Звучит музыка Опять замок взломал, да? Болвар. Ну, привычка. Хуёвые у тебя привычки, мистер пират. Как и твоё курение. Как, покурил, кстати? Нормально. Ты чё, обиделся, что ли? Чё не так-то? Чего-то не хватает мне в жизни. А, хочешь убивать и насиловать, да? Да нет, с этим-то я смирился. Но вот грабить, грабить мне хочется. Ну, блин, воруй музыку ВКонтакте. Да нет у меня аккаунта ВКонтакте, и не буду я там регистрироваться. Я не могу там свою дату рождения поставить, я слишком старый. Знаешь, вот если бы был сайт, не Контакт, не социальная сеть, а вот сайт, в котором есть вся музыка из ВКонтакта, и в котором можно воровать музыку из ВКонтакта. Да, да. Вот здесь, кстати, можешь ставить рекламу. mp3.co. Слушай и скачивай музыку бесплатно. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Юлик, и сегодня я вам расскажу, как убивать, грабить и насиловать сухопутных крыс. Ура! Нет, конечно, какой ты наивный. Нет, сегодня мы поговорим о воровстве, опиратстве. Это нельзя назвать воровством, сейчас объясню, почему. Сегодня мы поговорим о пиратстве музыки лицензионной. Не вся же музыка лицензионная, есть всякие такие, знаете, бомжеватого вида музыканта, которые типа, ааа, я чувствую природу, им делаю музыку просто пропуская природу через себя, вот такая херня. Вот они свою музыку не продают. А есть расфуфыренные, напомаженные певцы и певички, которые продают свое говно, а потом умирают от рака, а потом зарабатывают с помощью этого огромные деньги. И запрещают нам, обычным нищебродам, которых нет 10 рублей на трек, чтобы скачать его в Google Play или, ну, вот эта штука для Apple, не знаю, там, наверное, дороже. И слушать ее не воруя. Ну, во-первых, мы не воруем музыку. Какое действие можно было бы назвать воровством музыки? Это тот случай, когда мы приходим к музыканту домой, пиздим его и отнимаем флешку или диск с оригиналом записи. Вот это, да, это воровство музыки. А когда ты просто слушаешь или скачиваешь ее с контакта, или на том сайте, который я прорекламировал, на который, сука, он не слушает. Это не воровство, это нельзя назвать воровство. А если я так сделаю? Куплю какой-то трек. Да, я его купил, я его не своровал, но когда я его слушаю, я даю наушник еще кому-то, и он в этот момент ворует или ворует наполовину, потому что я дал ему один наушник. А если включить музыку в общественном месте, они все становятся ворами. Только представьте ситуацию, включаешь музыку в общественном месте, и все, налетает ОМОН и пиздит всех, кто это услышал. Налетает на себя, ты такой, а нет-нет-нет, смотрите, я купил, я купил, меня пиздить не надо. Они такие, молочек. А тебе мы вышибем мозги из-за того, что ты это услышал. Ну просто вот с музыкой эта вся тема прям очень странная. Это все равно, что продавать просмотр роликов на YouTube. Хотя YouTube вроде хочет ввести такую функцию. Забрать ли свои слова назад? Нет, конечно. Не думаю, что музыканты прям получают огромные деньги с закупок в всяких Google Play и Apple Store, нет. А уж если говорить о русских исполнителях, то основной их заработок строится на том, что они ездят по стране и устраивают концерты, где поют под фанеру. Быть музыкантом не так уж и сложно, особенно русским. Я бы мог быть музыкантом. Все, это стоило 500 долларов. Вы в сетюбрь сядете, суки! Да, это проще, чем YouTube. Стану музыкантом. Это последний ролик. Всем спасибо за внимание. С вами был Юлик. Пока. mp3.co. Ссылка в описании.